Это была борьба нервов. Мужская сборная России впервые выиграла командное многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике. 9 октября 2019 года, 23.42. Борислав Головин. Мужская сборная России по спортивной гимнастике впервые в истории выиграла командное многоборье на чемпионате мира. Артур Далалаян, Никита Нагорный, Денис Абалезин, Иван Стретович и Давид Белявский в сумме набрали 261,726 балла и превзошли предыдущих чемпионов – китайцев. При этом перед заключительными видами российские гимнасты уступали соперникам, однако на последнем снаряде китайские спортсмены допустили помарки, которые стоили им золотых медалей. Серебро россиянок и невероятная борьба в мужском финале. Первые медали на чемпионате мира по спортивной гимнастике традиционно были разыграны в многоборье. Накануне весьма успешно выступили россиянки. Им удалось занять второе место, пропустив вперед лишь команду США. В среду, 9 октября, вступить в борьбу за медали предстояло мужчинам, и на них возлагались самые серьезные надежды. Еще в прошлом году россияне, как никогда, были близки к тому, чтобы впервые в истории завоевать золото командного многоборья на первенстве планеты, но обидно уступили китайцам. Причем досадную ошибку тогда допустил Артур Далалаян. Но впоследствии он исправился и стал двукратным чемпионом мира, в том числе заняв первое место в индивидуальном многоборье. Спустя горд российская команда, в которую вошли Артур Далалаян, Никита Нагорный, Денис Аблизин, Иван Стретович и Давид Белявский, намеревалась вновь бросить вызов непобедимым китайцам. И уже в квалификации отечественные спортсмены сумели занять первое место и ненамного опередить гимнастов из Поднебесной. Россия набрала 259,928 балла, Китай – 258,354. На третьей ступени неожиданно оказалась молодая японская команда. В финале все внимание болельщиков в Штутгарте было приковано к противостоянию Китая и России. Представители Поднебесной начали соревнования гораздо лучше. Они выполняли практически все упражнения идеально и просто не оставляли шансов соперникам. Отечественные гимнасты, напротив, нервничали и допускали ошибки. На коне не лучшим образом выступил опытный Белявский, для которого данное первенство планеты стало восьмым в курьере. Да и Нагорный со Стретовичем получили достаточно скромные оценки. На кольцах с помаркой отработал еще один опытнейший гимнаст Аблизин – пятикратный призер Олимпийских игр. Таким образом, перед брусьями россияне уступали китайцам уже около полутора баллов, и это, мягко говоря, было неплохим подспорьем для соперников, при том, что данный вид является для представителей Поднебесной эталонным. Вдобавок тут же допустил ошибку один из лидеров команды – Далалаян. В тяжелый момент россияне могли сломаться и смириться с поражением, но сумели собраться. Китайцы же дрогнули, поняв, что главный преследователь рук не опустил, и начали совершать промахи. В результате все решилось в последнем виде – перекладение. Россияне выступили великолепно, избежав ошибок, несмотря на колоссальное напряжение. А вот азиаты буквально на глазах теряли имеющиеся у них преимущества. Последним к перекладе не подошел Нагорный. Зал от напряжения замолчал. В наступившей тишине Никита идеально выполнил комбинацию. После объявления оценок стало понятно – наши гимнасты наконец сделали то, что не удавалось еще никому в истории российской спортивной гимнастики – выиграли чемпионат мира в командном многоборье. Россия в итоге набрала 261,726 балла по сумме всех упражнений, а Китай – 260,729 очка. Третьими стали японцы – 258,159 тысячных. Что же касается отечественной спортивной гимнастики, то в последний раз победу в данном виде на ЧМ одерживала еще советская команда в 1991 году. Я наконец дожил до этого момента. Визит Путина – два золота в гимнастике и росыпь наград на велотреке. Итоги 10-го дня европейских игр в Минске завершились вторые европейские игры. В последний соревновательный день россиянам удалось завоевать 16 наград. В спортивной. Я не смотрел оценки китайцев. Болел за наших, даже голос сорвал, но китайцев не видел. Поскольку нужно было настраиваться, я выступал последним, и от меня все зависело. А вчера перед сном, наверное, раз 400 выполнил комбинацию у себя в голове, не мог заснуть до двух часов ночи, ведь знал, что буду идти последним. Это не передать словами, просто надо было выходить и делать, цитирует спортсмена ТАСС. В свою очередь, Далалаян признался, что ждал этого момента весь последний год. Теперь в активе Артура значатся сразу три золотых медали первенств планеты, а ведь нынешний чемпионат мира только начался. Целый год мне я не мог спокойно спать, потому что жил этой медалью, каждый тренировочный день думал только о ней, ведь год назад нам доли тысячных баллов не хватило, чтобы занять первое место. Как раз в тот день я ошибся, китайцы нас опередили, поэтому на протяжении года была мотивация выйти и сделать, потому что в следующем году Олимпийские игры, заявил Далалаян. Особенно важным это золото стало для ветеранов российской сборной Аблизина и Белявского, которые уже выиграли немало, но в Штутгарте сумели вписать свои имена в историю. Мне кажется, у нас у всех очень разные эмоции, потому что для меня, допустим, это восьмой чемпионат мира, я очень долго к этому шел и наконец-то дожил до исторического момента, мы радуемся всей командой. Это самая престижная награда, мы начали ликовать еще до объявления результатов, так как знали, сколько нужно получить Никите, и видели, как чисто он все сделал, подчеркнул Белявский. Не выдерживали напряжения и тренеры российской сборной. В частности, старший тренер национальной команды Валентина Родионенко назвала финал борьбой нервов. Умирала уже перед перекладиной. Ясно было, что победит тот, у кого выдержат нервы. Это была не борьба комбинаций, а борьба нервов, и ребятовые столи. То, что они выиграли психологическую борьбу, заставляет еще больше ими гордиться. Мы знаем, что китайцы начинают ошибаться, когда к ним плотно подходишь, и здесь было важно выстоять. Но мы были уверены, что мальчишки выстоят. Посмотрите, какие у нас ребята, радовалась Родионенко.